Всем привет! Здравствуйте! Ну что же, рассказывай, как дела, как жизнь... Что у тебя хорошего сегодня? Вот так вот всё взять да рассказать. Да, за раз! Вот прям сразу! Да, не томи нас! Если бы вы знали! Это всё хорошо. По-разному, конечно. Когда-то очень хорошо, когда-то просто хорошо, когда-то... А сегодня-то как? Сегодня один из самых тёплых дней. Ноября, да, в стране за последние сто лет. А у меня вообще есть ощущение, что это не ноябрь совершенно, что это где-то октябрь, конец сентября. Вообще, с момента, как напортачились с Гольфстримом некая компания, занимающаяся нефтяными делами, не будем громко называть, с тех пор пошли серьёзные перемены. Вообще медведи недовольны. Да, да. То есть в Арктике потепление, а на юге похолодание. Соответственно, положение вещей меняется. И, наверное, можем ожидать каких-то... Что же дальше будет? И вот, понимаете, на фоне вот таких событий, вот вы говорите, что, какие у меня дела? Да какая разница, как у меня дела? В Арктике потепление! Ну, нам важно, чтобы ты была с хорошим настроением! У нас здесь и радовала телезрителей. У меня всё хорошее настроение. Вчера было странное, но я никого не убила, это достижение. Такая резкость! Так, подожди, может быть, всё-таки стоит. Кстати, мы сегодня говорим о таких, знаешь, глупостях в жизни, которые происходят. Да, у нас была девушка, которая забыла одеть юбку в институт. Я был тот, тем парнем, который ходил в институт на лыжах. Я неудачно покрасила волосы. Ну, то есть... Ну, не сейчас, слава богу. Очень разные истории были. Там парень проснулся рядом с бабушкой. Знаете, эквивалент глупости и тупости, он настолько относителен, что... Они вообще очень близко. Казусы, казусы, да. А я однажды вот к теме о юбках забыла взять с собой на гастроли юбку. Главное, у нас были костюмы в группе «Фабрика». Такие были корсеты сексуальные, такие немножко, вот в духе «ла-ла-ла», и юбки такие были. А под юбками были эти такие панталончики. Я, значит, взяла... Бабушке, ну, да? Нет, ну, как бы по затее из-под юбок вот чуть-чуть рюшечки от панталончика выглядят. Типа это такой секси. Ну, странно, у нас был странный стилист, он взял у нас странные костюмы. И мы также странно выступали. Я взяла ботиночки, корсет, панталончики и замываю юбку. И на гастролях я в итоге как дура в панталонах. И мы пойдем в корсет. А что делать? Ну, это как фишка была уже, что одна в панталончиках. Как бы... Да, и девочки меня строго посередине держали, потому что, ну, типа вот так задумываются. Ну да. Главное обыграть. Ну, вот видите, вы вышли из ситуации. Ну да. Недавно, кстати, далеко не ходите, была презентация... Не пойдем. Нет, что есть, пожалуйста. Была презентация клипа, которая вот сегодня тоже презентуется на вашем канале. К моей большой радости. Спасибо вам за это. Нашей тоже. Да. Значит, презентация клипа на песню «Дура». Подходит название. Да, да. И накануне презентации мне менеджер Лиза пишет, кстати, я не знаю, как быть, но клип не готов. Как это? И будет готов... Ну, в общем, мы начинаем переписываться, у нас общий чат в WhatsApp с режиссером, с Лизой, в общем, с моим менеджментом, с их менеджментом. И понимаем, что им еще в лучшем случае две недели работать над клипом. Так что? Я ругалась, рыдала, переживала. И ты... А потом... Ну, у меня были потом такие какие-то, знаете, как знаки от пространства, когда я такая вот злая сижу, вот уже готова разорвать. Знаки от пространства уловить. Знаки какие? Мне приходит смс от девочки, которая, забыв о моем дне рождения, через месяц присылает мне смс. Вот такое полотно, где она пишет там, что я ангел там, что-то-то-то. Я такая, я не такая. Я вот такая... А может, все-таки... Все-таки про меня. Да. Точно. Ну, вот я говорю, вот пространство пришло на помощь. То есть, говорит мне, эээ, ты на самом деле не такая плохая, ты никого не убежь, ну что же ты, ты классная, ты вот хорошая, добрая, все понимающая. Я такая, эээ, ну ладно. Потом что-то зашла в фейсбук, тоже какие-то добрые какие-то месседжи увидела. Я такая, эээ, не всем так и пишу. Ладно, друзья. Короче, давайте, говорю, соберем просто какую-нибудь нарезку прикольную. И поржом просто посидим, две недели еще есть впереди. А я понимаю, что на завтра у меня человек 200 уже обзвонены и приглашены, и я ничего не могу с этим сделать. И главное, ну я понимаю, что не надо этого делать. Я думаю, а кто сказал, что хорошо ровно так, как задумывался? А почему бы не взять и не переиграть? Сломать стереотипы. Конечно. Выкрутиться опять же. И, значит, весь вечер мы шутили, дурили, говорили. Вот сейчас, вот сейчас будет клип, и в конце я уже сказала, извините, я дура. Клип не готов. Супер, молодец. Давайте на этой ноте мы посмотрим сейчас твой клип под названием «Семь восьмых». Прямо сейчас, а потом о нем немножко поговорим. Поговорим. Приготовились. Мы продолжаем наш эфир. Продолжаем. Сати у нас в гостях сегодня, это шоу-рум. У нас две Сати и три Сати. Три Сати. Друзья, не просто так эти маечки появились у нас в эфире. Дело в том, что Сати пришла к нам не с пустыми руками. Две вот эти, одна для мальчика, другая мальчика чуть поменьше для девочки, достанется тому, кто ответит на вопросы от Сати Казановой, пожалуйста. Такие вот вопросы пришли мне на ум, друзья мои. Пожалуйста, назовите точную дату международного дня вегетарианца. Угу. Это раз. Неспроста этот вопрос. Это раз, да. А второй вопрос, я не знаю почему, мне вдруг захотелось... Пылосый. Соевой. Имя супруги великого правителя Индии, покойного, к сожалению, Махатмы Ганди. Ого-го-го-го, друзья, и... Вопросы непростые. Ждем от вас ответов, звоните нам, пишите в чат. Можно я ремарочку сделаю, особенно девушкам, про супругу Махатмы Ганди. Пожалуйста, вы наверняка будете в интернете гуглить, смотреть. Когда вы найдете имя, посмотрите письмо, ее письмо Махатмы Ганди. Почитайте его. Это о том, к вопросу о том, как женщина может служить мужчине, как она может любить, как она может быть предана ему и его делу. Для меня это непостижимо. Я читаю, плачу, думаю, боже, какие женщины бывали на свете и бывают. Я пока не такая. Ничего, все впереди. Я тоже почитаю, наверное. Почитайте. Судя из твоих вопросов, я помню, что ты у нас вегетарианка. Да, я вегетарианка. Почему ты к этому пришла? То есть я не ем ничего животного. Ну, много событий привело. Больше всего внутренние убеждения. Постепенно занимаясь йогой, я отказалась от мяса. Просто тело как-то, знаете... Легкость, да? Оно... Почти год я не ела мясо. И вдруг я вспоминаю, что надо же, я не ела мясо, я даже не хочу. Потом я начала читать, что значит... Наконец-то. Да, да, да. Что... Какое воздействие мясо имеет на организм. Потом я постепенно курицу перестала есть. И года два как не ем рыбу. Яйца, содержащие продукты, поскольку я дикая сладкоежка. Просто... Ем всякие пирожницы, там всякие десерты, потому что они яйца содержат. Что я... Молочные продукты ем, обожаю. Кефир. Порядка. Йогурты какие-нибудь, конечно. Йогурты. Конечно. ЦРЫ. 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 Конечно. Зачем? Понимаете, вот я могу на пальцах одной руки перечистить то, чего я не ем. Рыба, мясо, курица, там, ну, там, вот, икра. Ну, правда, пальцы одной руки. А всего того, что я ем, не хватит и передачи, знаете ли. И наших пальцев на ногах и на руках. Ладно, хорошо, с едой мы разобрались. Расскажи-ка, пожалуйста, как пришла идея клипа «Семь-восьмых». Режиссер Катя Царик, это ее был сценарий, идея. Когда я отправила песню, говорю, вот, я хочу с вами работать, пожалуйста, давайте вот подумаем, что это может быть. Ну, понятно было по песне, что это, думаю, что-то такое дерзкое, такое все-то такое женственное, секси, бла-бла. Вот. И она прислала сценарий, говорю, ну, это был, по-моему, второй или третий, то есть она несколько вариантов прислала. Я говорю, а, мне нравится, давайте, ну, пусть такой был. Или, а-ля, почему-то мне тогда хотелось такое, а-ля, пусикет. Да-да-да, что-то есть вообще. Видимо, была это Николь Шерлингер или вообще как-то впечатлена таким образом какой-то кошечки. Ну, не знаю, сейчас я смотрю, думаю, ну, ладно. Нет, красиво всем мужчинам, наверное, он понравился. Наверное. Да и нет. Не, мне понравилось. Нет, такое должно быть, наверное, так скажем. Да. Вот, сейчас мне интересны больше другие какие-то вещи, то есть вещи, которые имеют больше смысла, подтекста, двойной, тройной, пятерной. Но... Что глубокое такое. Да, что-то такое неоднозначное. Вот, так что так вот прийти, разгромить хату бывшему мужику, это, знаете, какая банальная история. Терпел такое много раз. А скажи-ка, пожалуйста, вот тут люди интересуются мне, говорят, ухо в крови. Оно, да, оно у меня... Оно говорящая. Вещательное для меня. Ты слышишь? Я слышу. Волоса? Угу. Он странный, нет? Не из этой стыдии. Скажи, пожалуйста, почему, все хотят знать, все-таки, почему ты ушла из фабрики? Этот вопрос еще актуален, да? Ну, для людей, значит, не знают. Так что давай уж прорубанить. Ну, обычный человек уходит тогда, когда либо ему нехорошо, ну, в случае со мной у меня не было плохо. Мне просто хотелось другого. Ну, вот. И второй случай, когда он хочет что-то поменять. Это вот сравнимо, наверное, с отношением влюбленных, когда говоришь, любимый, ты... Наконец-то это произошло, друзья. Ты хороший, но дело не в тебе, дело во мне. Это я странная, я уйду. Ай, я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу. То есть я вот так вот ушла из фабрики, что все хорошо, меня здесь неплохо кормят, но я хочу туда, где вот я сама буду что-то копать, искать. В общем, нового хотел с эмоций, впечатлений. Да, я развиваться хотела творчески, личностно. Переросла уже, да? Я не хочу это назвать переросла. Я скажу так, что я завершила этап, который должна была пройти. И вы, наверное, тоже замечаете, что в вашей жизни появляется человек, либо какая-то история, либо компания даже, с которой вы проходите определенный промежуток, потом как отрубают. Ну да. И не созваниваешься с этими людьми. И вроде как вот... Было. Было, и как бы вспоминаешь с благодарностью. И прошло. Было, 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 но прошло. Но не обязательно это нужно, чтобы оно продолжалось. Ну в моей жизни уж точно так. У меня много-много таких людей, команд, это все меняется. Вот. Хочется уже честно сказать, чтобы уже ничего не менялось, чтобы что-то пришло уже такое стабильное, надежное, надолго. Что у тебя так именно есть? Все. Я думаю, что это зрители поняли. Больше не поняли. Замуж хочу. Вот оно! Вот! Все-таки прозвучало оно. Я хотела задать вопрос. Стабильное, вот это вот постоянное. Вот и прозвучало. Ясно. Все поняли. Я тоже намотал. Помнишь? Я у сыра, да. Все. Друзья, я все понял. Все началось с того момента, когда я ко мне повернулась статья. Хотелось бы узнать, что ты еще раз. Да. Я вас понял. Скажи, пожалуйста, тексты, стихи… Пишу ли я? Да. Недавно начала. Так. Первый мой шедевральный… Шедевральная нетленка. Ага. Я бы тоже забыл это слово. К песне «Дура». Ну, вот честно, сейчас кроме шуток, конечно, там далеко не гениальные слова, но они просто из личного опыта. Очень простой текст, очень простая мелодия. Давай не будем все рассказывать, давай чуть-чуть попозже обо всем подойдем к этому клипу. Но сложная история. Вот. Понимаешь? Сложная… Пережитая. Давай не будем. История. Пережитая. Сейчас? Или потом? Нет, она попозже была. А сейчас что? А сейчас тебе Ираклий нравится? Ираклий, да. Мы вчера с ним, кстати, записывали одну социальную песню к Олимпиаде, к чемпионату по футболу и вообще что-то вот такое. Ираклий, мой грузинский брат, уважаю. И как раз сейчас самое время… Это новый его клип, кстати, «Dirty Girl» называется. «Dirty Girl»? Да. Давайте посмотрим. Грязная девчонка. Ой. Мы в эфире. Наш эфир продолжается. Это программа «Шоурум» в прямом эфире на телеканале «Rush Music Box». В гостях у нас несравненная статья Казанова сегодня рассказывает все о своей жизни. Ну, прямо таки все. Ну, давай не будем говорить людям, что не все. Ну, давай вот так вот… Она и так нам рассказала, что хочет замуж. Мне кажется… Я же говорю уже почти… О личной жизни. Все. Ну… Вот. И поступил следующий вопрос. Ну… Какой твой любимый фильм? Ну, на такой интимный вопрос я, пожалуй, отвечу. Я люблю с детства, обожаю фильм «Храброе сердце». Не знаю. Для меня это… Вот это вот… И «Смерть у храбрых падшей» Мэл Гибсон. И как режиссер, и как… И как актер, и как продюсер. Он вообще мой… Один из моих кумиров. Я мечтаю с ним. Когда… Если он… Если он меня когда-нибудь… О, Мэл! Мэл! Если он когда-нибудь попросит меня сняться в его фильме. Я сделаю это бесплатно! Я ему даже сверху заплачу. Но, к сожалению, он неосторожно выразился о кое-каких народностях и кое-какие выражения. На самом деле… Выражение позволил себе, от чего у него большие проблемы. И он уже так в мировой кинематографии не может работать так масштабно, как это делал раньше. Я очень об этом грущу. Я жду. У меня даже есть кинопроект, достойный его масштаба, его пера. Вот, мы и подошли к этому, ко всему, на самом деле. Из наших мне нравится, кстати, Биг Мамбетов. Тимур очень хороший. Поддержанный. Да? Да. А еще, знаете, какой фильм дивный есть? Сейчас, секундочку, подожди. Здесь Сашка. Сашка, Сашка, давай. Сашка, говори. С Новосибирска. Александр, Сашка, Новосибирск. Говори, говори, говорю. Говори, кому говорят, говорю. Сейчас испугаются. Здравствуй, Саня. Саша. Здравствуйте. Добрый вечер. Ига. Йоу. Вот видите, у меня волшебный телефон. Я всегда могу дозвониться. О, это вы, невменяемый человек. Привет. Может быть, какой-то вопрос? Увели его опять? Привет, привет, муза. Еще раз. Давайте быстро, по существу и коротко. Я просто хотел пожелать Сати, чтобы она все-таки нашла свою любовь. Того человека, единственного неповторимого. Спасибо. Который бы подарил ей вечную любовь. Это все. Вечная любовь. Верны мы были ей, но время слов. И в памяти моей слов не помню дальше. Спасибо. Браво. И вам всех благ. Добрый человек. Это было специально для вас, Александр. Прозвучала песня. Откуда эта песня? Йенона и Авось. Из кинофильма. Точно. Из кинофильма Йенона и Авось. Специально для вас. Так. Слышим. На вопросы мои не ответили люди? Они нам будут дозваниваться и отвечать. Потому что пусть они звонят. Звонят. Что же у вас гугли? Здесь в чате мне уже давно ответили все. В чате ответили. Но как бы не канают, дорогие друзья. В чате понятно. Ты сидишь, гуглишь и тут же пишешь. Вот птичка напела. Да, есть такая информация, что ты этнической музыкой увлекаешься. О, спасибо за этот вопрос. Да. Расскажу с радостью. Для этого моя одушина. Это мое сокровенное. Я с недавних пор действительно пою этнические песни, мантры. Это то, что делает меня очень счастливой. Я считаю это... Я вообще считаю, что каждый человек должен заниматься только тем, что делает его счастливым. А почему ты это не стала? Абсолютно верно. Как ты к этому пришла? Ну, во-первых, наверное, потому что мои этнические корни, они дали о себе знать. Я вдруг потянулась к чему-то, что... Даже, кстати, не только к своим, а то, что вот народное. То, что как песня земли, понимаете, да? Когда... Помните Энигма? Угу. Была, да. Доминус. На-на-на-на-на. А, у Энигмы немножко другие были. Да, я чуть-чуть по-другому помню Энигму. Это вечер, девочка с вечер. Была группа Deep Forest. Ну, я не знаю, сейчас они... Конциклируют. Про лесных друзей. Deep Forest, помню. Энигма. Еще как... То есть, вот те, которые этнические, вот такие какие-то классные брали вещи и их адаптировали. И почему это вот как-то на уровне ДНК вот слушаешь и думаешь, боже, оно же как-то, как-то вот проникает, не понимаешь? Это мозгу не понять. Это на животном каком-то очень... Вот, вот, я не знаю... Задевает все патрионные уголки. Скажи, пожалуйста, а переключивается как-то твоя этническая натура с теми произведениями, песнями и клипами, которые видят люди на экранах своих телевизоров? Ну, я надеюсь, что я смогу вот такую коллаборацию сделать. Не хочу говорить слово компромисс. Компромисс это когда чего-то отказываешься. Это как чупачупс. Нет, я хочу назвать это золотая середина, золотое сечение, не знаю, вот что. Золотая середина, в которой вроде как и попсовая доступность, понятность, простота и при этом этническая глубина, богатство, первозданность, истории и сокровенные, сакральные вот эти вещи, информации, которые передаются. Почему эти песни... Мне кажется, ты какие-то ниточки сейчас держал в руках. Держала, держала. Вот, никто не задумывался, мы просто сейчас очень много потеряли знаний, как вот нынешнее человечество, те, которые были раньше у наших предков. Люди обладали знаниями земли, природы, погоды, они общались с природой. Мы сейчас ее тупо юзаем, насилуем, ничего взамен ей не даем. Мы болеем какими-то странными заболеваниями, особенно психическими. У нас все... Это точно. Да. То есть вот эти вот... Это от нехватки леса. Знания, опыт, как, например, нехватки леса, да. Лес, кстати, тоже много может дать. Да. Можно пойти в лес, поговорить с ним и вернуться туда абсолютно счастливее. Недаром богатыри ложились на землю и слушали, идет ли враг. Да это, мне кажется, из другой истории. Ну, типа, да. Ну, вот. Ты хочешь попытаться соединить, да, как-то вот два направления? Я уверена, что это возможно. Я просто ищу варианты, пробую с теми музыкантами. С этими, кстати, после эфира я поеду на репетицию. Замечательный музыкант, его зовут Булат Гафаров. Он ждет меня, кстати, скоро. Так, да, если тебе скоро надо уходить. Мы сейчас же, в эту минуту. А вот, кстати, об этнике. У меня на одном ухе украшение тоже этнической темы. Оно из Адыгеи. Можете ближе показать? Нет, не можете? Ну, ладно. Я ближе могу посмотреть. Интересная вещь. Это такой кинжал резной. Ну, ладно, я не буду подходить. Вот тут изображен кинжал. Все в таких узорах. Такая все этническая тематика. Это моя землячка. Ася Ютых такая. Есть дизайн. Она не ювелир. Она великолепная. Делает всякие такие вещи. А из чего это сделано? Я думаю, что это золото. Ага. Либо тесненное. Какое-то серебро. Ну, неважно. Главное, что оно стилистически вот туда, понимаете? Главное, что оно гармонирует с твоим внутренним миром. Это я вот к этому ко всему. А от этого ко всему. Давай перейдем к твоему клипу. Да. Вот я к вам уже подошли. Премьера. Та-дам. Там тоже есть этнические нотки. Ой-да-рай-да. А мы сейчас все увидим. Ну, там еще много чего намешано. В общем, премьера клипа на песню Дура. Прямо сейчас на телеканале Russian Music Box. А потом об этом поговорим. О-и-да-рай-да. Ой-да-рай-да. Ой-да-рай-да. Я так старалась, развивалась. Книжек разумных начиталась. Все хотела, так хотела тебя удивить. Мантры и тантры изучала И сверхсознание углубляла Ты удивился, но отдалился Так как же мне быть? И я догадалась, что перестаралась Дура, хочу и буду дурой И тебе поверю, не глядя в глаза Дура, хочу и буду дурой Буду жить по сердцу, а не от ума Тайнами жизни овладела Время пришло, и я прозрела Люба, Люба, Люба Дорого дуру любить Мне хорошо от этой мысли Что всё так просто в этой жизни Не надо умничать Надо в сердце любовь сохранить И я догадалась Не зря я старалась Дура, хочу и буду дурой И тебе поверю, не глядя в глаза Дура, хочу и буду дурой Буду жить по сердцу, а не от ума Буду жить по сердцу, а не от ума Буду жить по сердцу Дура, хочу и буду дурой Дура, хочу и буду дурой И тебе поверю, не глядя в глаза Дура, хочу и буду дурой Буду жить по сердцу, а не от ума Дура, хочу и буду дурой Берешь одну девушку за голову И так целенаправленно в лоб, по-моему, ей что-то говоришь Целую А, целуешь ее Какой подтекст Подразумевается Поддон какой Вы не заметили, что это битва двух крайнестей Двух начал Светлого, темного, красного Опять же возвращаюсь То есть ты ее лечила? Как любовь может победить? Только любовью Силой? Нет Нежностью? А ты нежностью? Ну да Вот заметь, если тебе в жизни, если ты скажешь Я тебя убью, урод А он тебе скажет Я люблю тебя Конечно, я убегу этого человека Вот То есть ты не сможешь ему причинить вреда Это вот так же В общем, это как бы основной посыл Правильно я понимаю? Ну нет, там внимательно надо Послушай, посмотри ты по межку Хорошо Еще раз как раз посмотришь Я повторю это К сожалению Наше эфирное время подошло к концу А мои часы, кстати, спешат у них вообще другое время Я даже не смогла Ого-го, в другом часовом поезде живет Да, почему-то я не смогла даже выставить на них Ну да ладно Я была очень рада побывать на эфире у вас В эфире вернее Всем, кто с нами был, спасибо Так на вопросы не ответили, да? Ответили В нашем чате И тот человечек, который первый ответил Мы ему отдаем футболочку Хорошо Ну что ж Всем хорошего вечера Спасибо еще раз, что позвали Спасибо вам, что вы пришли к нам Сюда встретили Безумная энергетика Что-нибудь зрителям, чтобы когда концерты будут Чтобы они бежали-бежали к тебе скорее Где тебя ждать? Ну вот в скором времени, надеюсь, будет Будабари Концерт Как раз этнической музыки Вообще на моем сайте На моем сайте можно найти всю информацию Вообще на моих страницах, в соцсетях Можно найти Всегда анонсируем Сообщаем, когда что-то будет То есть у меня два направления пока Есть поп Музыка, поп-история И этническую буду сейчас подтягивать Где-то их перекрещивать Вот Надеюсь, вам это будет интересно Все, всем пока Люблю Вот И что еще? Говорю еще, люблю Вот так вот Сати Казанова была у нас в гостях Большое спасибо Спасибо большое Надеюсь, что еще придет Ну, а мы уходим на рекламу И сати уходит Но мы останемся Жаль, что сати уходишь А у нас реклама Что ты врешь? Ты рад? Нет Да ни разу Да я хочу, чтобы ты вообще не уходил Я тебе не верю Я тебе не верю Все, пока Вот Вот такие дела, друзья Спасибо за субтитры